Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Сегодня в эфире Сыны Западной Армении Самвел Овакимян. Вопросы армян Западной Армении. Нужно приступить к конкретным действиям Семен Багдасаров. Это также результат провала ООН в невыполнении ее миссии Герам Степанян. Заявление МИД Армении в связи с экстренным заседанием Совета безопасности ООН. Баку готовит новую фашистскую политику для Армении Арман Татуян. Раскопки на участке Артан-9 продолжатся до следующего года. Сыны Западной Армении Самвел Овакимян. 26 октября 2020 года Самвелу исполнилось бы 23 года. Самвел погиб за 15 дней до очередного дня рождения. С 2016 по 2018 год служил в Аскеране участник четырехдневной апрельской войны. 25 февраля 2017 года произошла диверсия. Самвел участвовал в нейтрализации по уничтожению туров, за что Самвела наградили медалью «Храбрый воин». Возможно, именно поэтому, поведав многое на поле боя, Самвел мечтал вернуться в Арцах и воевать. 6 октября с группой добровольцев из 98 человек Самвел отправился из Гюмри в Арцах. 6 октября группа приехала в Ереван, после чего немедленно отправилась в Арцах. Семья же была уверена, что сын находится в Арарате. Самвел убеждал родных, что будет в Армении. Звонил ежедневно, создавая впечатление, что они в безопасности. Последний звонок от Самвела был 8 октября в 8 вечера. Пообещав семье позвонить утром, на рассвете отправил 8 голосовых сообщений, пожелав доброго утра, добавив, что отправляется на учение, попросив родителей не беспокоиться, если будет недоступен, обещая по возвращению написать или позвонить. Мама беспрерывно звонила, но Самвел, увы, был недоступен. 10 октября Самвел получил смертельное ранение. Все подробности о Самвеле узнали позже от сослуживца Гора. Добровольцы, выехавшие из Гюмри, 4 дня находили Джеракани, затем были переведены в Гадрут, получив задание нейтрализовать роту врага. Во время боя с вражеской диверсионной группой в Гадруте Самвел и Гор получают ранение. На машине скорой помощи ребят перевозят Степанакерт. Гор указала, что ранения у Самвела не сильные, однако позже выяснила, что друг получил тяжелое брюшное ранение. По дороге в больницу Гор теряет сознание, с этого момента связь с другом прерывается. Далее Самвела оперирует Степанакерт. Полученные ранения, увы, не совместивы с жизнью. Известие о смерти друга Гор узнал из соцсети, также разыскав семью Самвела. В феврале 1915 года руководство молодотурок начало практическую реализацию программы геноцида против армян, нанеся первый удар армянским солдатам, призванным в армию, тем самым стремясь лишить армян военного потенциала. Все армянские солдаты турецкой армии разоружены по указу военного министра Эмвера. Вскоре их разделяют на группы по 50-100 человек и убивают, вследствие чего армяне остались без военной силы, которая могла бы защитить их дома, имущество и населенные пункты, поскольку в армянских поселениях остались только старики, больные, женщины, дети и подростки. После уничтожения армянских солдат, призванных в армию второй тяжелый удар, был нанесен армяну 24 апреля 1915 года. В этот день в Константинополе была арестована и без предъявления каких-либо официальных обвинений сослана группа западноармянской интеллигенции, в том числе армянские члены турецкого парламента Меджиса, писатели, адвокаты, учителя, журналисты, врачи, общественные деятели, священнослужители, деятели искусства. В общей сложности около 800 человек. Все они были уничтожены по пути в изгнание и по прибытии в изгнание. Поломерно арестовывали и убивали армянских партийных и политических деятелей, из которых известный руководитель Зейтуна Назарет Чауш, выдающийся национальный деятель Вана Ишхан, все руководство армянства Урфы около 100 человек. 15 июня на площади Султан Баязет Константинополя были повешены 20 членов социал-демократической партии Ганчакян во главе с политиком Парамазом. Целью османского правительства было немедленно обезглавить западное армянство, оставив без военной силы политического и интеллектуального руководства, дезорганизовать и деморализовать армянство, тем самым предотвратить любую возможность организации сопротивления со стороны армянства. Уничтожение около 60 тысяч армянских солдат и обезглавливание армянской интеллигенции стало судьбоносными для западных армян. Потеряв организационную и сопротивляющуюся силу, становится понятна относительная легкость осуществления геноцида и его масштабы. После погромщики перешли к насильственному выселению и уничтожению основной части армянства в самой Калебели, в Западной Армении, Килики, также в различных районах и городах Западной Армении. Армянские погромы и депортации охватили всю Османскую империю. Баку наплевать, где идут переговоры в Москве, Вашингтоне или где-то еще, придерживаясь политики решения проблемы силы. Об этом видеобращении заявил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багазасаров, с сожалению, отмечая, весь мир считает коренных армян Арцаха пришлыми, а кто пришлый, нам известно. Необходимо лишь доказать это. Подчеркнув, Армения должна осознавать, что никто не придет на помощь, не нужно полагаться на наблюдателей и миротворцев, которые действуют в своих интересах. Пришло время перейти к конкретным действиям. Касаясь присутствия российских миротворцев, подчеркнул, у Бакуа уже давно есть новый хозяин, и это Турция. Россия окружена от севера до южного Кавказа, включая Черное море. Армения должна надеяться только на себя, включая диаспору, создав боеспособную армию. Достаточно сидеть и годами ничего не предпринимать. Защитник прав человека Арцаха Геам Степанян с опозданием присоединился к онлайн-пресс-конференции продолжающемуся у Арцахи геноциду со стороны Баку, так как Азербайджан перерезал оптоволоконный кабель интернета возле Бердзорского коридора. На протяжении 8 месяцев учреждение по защите прав человека Арцаха в различных докладах и справках, предоставляя различным организациям, что эти действия скоординированы, целью которых является уничтожение народа Арцаха. В 8 месяцев мы просили международное присутствие, чтобы на месте был проведен сбор фактов о ситуации, представив международным структурам. К сожалению, вчера во время обсуждения в Совете безопасности ООН говорили, что присутствия на месте не имеют, опираясь на информацию, предоставленную Красным Крестом. Чья это вина? При широкомасштабных нарушениях прав человека в Арцахе ООН, выполняющий важную функцию в поддержке мира и безопасности, во всем мире 8 месяцев не имеет своего присутствия, что является результатом провала именно этой структуры, невыполнения ее миссии. Чтобы предотвратить этот геноцид, необходимо обеспечить международное присутствие в Арцахе, которое сыграет сдерживающую роль. Зафиксирован в случае голодной смерти, и это угрожает жизни 120 тысяч человек. В ООН должны быть не протокольные заявления, а четкие действия, важны каждый день. 16 августа по запросу Республики Армения оценки и послания, адресованные Баку в ходе уже второго обсуждения в Совете безопасности ООН, по сути, дополнили четкие позиции, ранее высказанные различными правительствами, международными структурами и правозащитными организациями. Примечательными были выступления государств-членов и представителей ЕСС об обязательствах Баку прекратить незаконное блокирование Берзорской дороги, согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года и юридически обязывающими решению Международного суда ООН от 22 февраля и 6 июля. Очевидно, что Баку продолжает искажать призывы международного сообщества искать ложные и несоответствующие действительности предлоги для невыполнения своих обязательств, продлевая гуманитарный кризис, включая этнические чистки коренного народа Арцаха посредством голодной смерти. Баку пытается спекулировать любым уравновешенным подходом международных акторов, интерпретируя это как разрешение на продолжение своей политики. Подчеркиваем срочность применения международного инструментария для ликвидации гуманитарного кризиса в Арцахе, восстановление беспрепятственного передвижения по Берзорской дороге в обоих направлениях и обеспечение беспрепятственного въезда международных гуманитарных организаций в Арцах. Министерство иностранных дел Республики Армения, высоко оценив принципиальную позицию государств-членов Совета Безопасности ООН, верных своему мандату по содействию международной безопасности и миру, продолжит работу на различных площадках, в том числе в Совете Безопасности ООН, с применением последовательных шагов по разблокированию Берзорской дороги и преодолению гуманитарного кризиса в Арцахе. Очередное доказательство ложных мирных намерений Азербайджана. Четыре дня назад по провластному телевизору Баку-ТВ вся территория Армении со всеми общинами была представлена на карте как азербайджанская. Об этом на странице в Facebook написал директор Центра права и справедливости фонда Татуян Арман Татуян. Власти этого государства не имеют мирных намерений, готовят для Армении новую фашистскую угрозу. Какой мир может быть с этими людьми? Чем больше уступаешь, тем больше они будут хотеть. Дело не только в этой карте, а об организованной государственной политике против Армении с компонентами пропаганды как для внутренней, так и для внешней аудитории, особенно начиная с 2022 года. Необходимо правильно оценивать угрозы, чтобы эффективно бороться против них. Начавшиеся в 2020 году раскопки Артаныш-9, проведенные объединенной армяно-немецкой экспедицией в районе Шоуакат и Артаныш, общины Чамбаранги и Аркуникской области, считаются завершенными. Раскопки дали чрезвычайно важные результаты и информацию о поселении, основанной около 5000 лет назад на северо-восточном берегу озера Севан полурострова Артаныш. Открылось поселение и мавзолей раннего бронзового века, датируемое первой половиной III тысячелетия до н.э. Полевые лабораторные исследования свидетельствуют, проживающее здесь общество занимало земледелием, скотоводством, охотой, металлоругией, имело своеобразные архитектурные и гончарные традиции. По словам члена экспедиции, археолога Романа Овсепяна, исследования растительных образцов показали. Обычную мягкую пшеницу и чешуйчатый ячмень выращивали и хранили на территории. Выращивание злаков, скорее всего, происходило на склонах прилегающих гор в сухих условиях. Помимо остатков зерна, имеются остатки самого колоса, что свидетельствует, зерно обрабатывали прямо на территории и в окрестностях. И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра!